Время русского мира Культурный фронт России Как и зачем хранить историю Обсудили в Доме русского зарубежья Легендарную постановку Донецкого театра имени Бровуна Юнона и Авось Увидела московская публика А теперь подробнее об этих и других новостях Накануне на расширенном Заседании Комитета Госдумы По развитию гражданского общества Было учреждено общественное движение Культурный фронт России Сейчас очень важно показать Насколько едина Россия в культуре Которую не отменить Заявил народный артист России Председатель движения Николай Бурляев Подробности далее Общественное движение Культурный фронт России Учреждено на расширенном заседании Комитету Госдумы по развитию гражданского общества И посвящено вопросам Консолидации деятелей культуры И творческих союзов Участники учредительного собрания Проголосовали за создание движения И его устава Председателем движения избран первый Заместитель главы Комитета Госдумы По развитию гражданского общества Народный артист России Николай Бурляев Все мы разобщены Были до сегодняшнего дня Сегодня мы стали Единым культурным фронтом России Объединяющим тысячи И деятелей всех видов искусства Кино, театра, музыки, литературы, живописи Со всей России Все мы едины теперь Мы собрались на основе, которой Мы руководствовались всю жизнь Но мы приняли, принимаем Кодекс чести деятелей культуры России В Центральный штаб уже вошли Многие известные общественные деятели Это около 40 человек, в том числе Юрий Башмет, Петр Толстой, Карен Шахназаров А также Андрей Кончаловский Который выступил перед собравшейся аудиторией по видеосвязи Сейчас должна начаться народная война Чтобы сохранить нашу историю Нашу независимость Наше пространство Как географическое, так и культурное Культурный фронт Он намного шире, чем просто участие в СВО Он намного шире, чем решение вопросов, связанное с Донбассом И вот это понимание, оно нам даст объем Оно нам даст законодательную инициативу Ради того, чтобы мы, потянув за один узелок Мы вытащили всю цепь проблем Как сообщили участники Учредительного собрания Культурный фронт России Ориентирован на помощь защитникам Отечества и их семьям А также поддержку деятелей культуры Которые понимают необходимость Приоритета традиционных Духовно-нравственных ценностей в культуре И несмотря на то, что Некоторые из деятелей искусства Покинули Россию и осудили Ее действия, абсолютное большинство Творцов всегда со своей страной И создание культурного фронта Тому подтверждение Два года назад Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына Основал фонд, который занимается Сохранением и популяризацией Достояния наших выдающихся соотечественников Оказавшихся за рубежом в 20 веке О важности сохранения прошлого Поговорили на отчетном мероприятии На котором встретились эксперты В сфере сохранения культурных ценностей Подробности в материале Екатерины Матвеевой Около двух лет назад Был создан фонд русского зарубежья А не так давно в рамках проекта Стали проходить мероприятия По всей России Целью которых является сохранение И популяризация культурно-исторического наследия Русского зарубежья В числе приоритетных направлений фонда Приобретение и возвращение в Россию Исторических ценностей и архивов Восстановление и сохранение Русских некрополей за рубежом За моей спиной большая карта Мы уже за эти два года Отработали в очень большом количестве Российских городов И в нескольких странах То есть у нас есть и российская стратегия И международная И в каждой стране мы ищем героев То есть конкретных людей Деятелей русского зарубежья Которые через судьбы которых Мы рассказываем про историю России Стараемся доносить информацию Про то, как они жили Что их связывало с Россией В течение всей жизни Как они мечтали на самом деле вернуться на родину И то, чем они занимались там за границей Каких успехов они достигали За время работы команде фонда Удалось разработать и реализовать Более 30 программ в России И за ее пределами Все они воплотились в жизнь Благодаря сотрудничеству с культурными Образовательными и научными учреждениями Краеведами и энтузиастами истории Своего города Владивосток город знаковый Для русского зарубежья Мы с фондом наследия русского зарубежья За эти два года А сегодняшнее мероприятие посвящено Так сказать, отчету за эти два года Мы сделали в общей сложности Пять акций Пять культурных акций Этой выставки Этой концерты Этой лекции Этой кинопоказы И очень важно, что эти акции Эти проекты Эти мероприятия Они не просто наполняют Культурное пространство Владивостока Они его развивают Но еще Они напоминают жителям Владивостока Что здесь Был такой печальный Печальный эпизод в нашей истории Русские люди уходили из Владивостока Мало кто знает, например Что из Владивостока эмигрировал Прокофьев Мало кто знает, что Владивосток Так сказать, проехал Вертинский И многие-многие другие А уже сегодня В Доме русского зарубежья Представлена выставка архивов Которые связаны С историей Владивостока У фонда непростая миссия Ведь приобретение материалов Из-за рубежа И возвращение их на родину Осложнено многими факторами Однако, несмотря ни на что Фонд активно продолжает свою работу На Западе сейчас Русофобия в разгаре Ну, может быть, немножко В последнее время спала и погиб Совсем недавно И эта русофобия Сказалась на санкциях Причем эти санкции Распространяются Не только на экономическую сферу Но и на сферу культуры То есть, например Российским юридическим и физическим лицам Запрещено участвовать В западных аукциях Конечно, много новых проблем Но мы бы не были русскими людьми Если бы не нашли выход Из самой тяжелой, сложной ситуации Благодаря работе фонда Каждый желающий может ознакомиться С возвращенным русским наследием Из-за границы Екатерина Матвеева, Равид Гор Специально для телерадиокомпании Русский мир Театр из Донецка Привез рок-оперу Юнона и Авось В столичный театр нации Показ прошел в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Большие гастроли При поддержке Министерства культуры России И Донецкой Народной Республики О спектакле и о реакции Московской публики Расскажет моя коллега Альбика Ильясова Рок-опера Юнона и Авось Актуальна сегодня не только Благодаря неустаревающей романтической линии Это произведение ментально близко К каждому русскому человеку Для которого значимы и святы вечные ценности Вера, патриотизм, любовь и чувство долга В рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Большие гастроли В Москве состоялся показ донецкой версии Легендарной истории любви Рязановой и Кончиты Могу рассказать о постановке Всем известный материал Юнона и Авось Всем известный и зрителям И всем исполнителям Это наш взгляд Наш донецкий взгляд На нашей труппе Взгляд на материал На замечательный материал Рыбникова и Вознесенского Мы постарались его сделать самобытным И абсолютно нашим Мы делали спектакль О величайшем государственном деятеле Прежде всего о Рязанове И наш спектакль, конечно же, о любви Но не только о любви между мужчиной и женщиной А о огромной любви Рязанова к родине Мне кажется, что всегда нужно ставить спектакли На актуальные темы Те, которые трогают зрителя Которые имеют отношение к зрителю Здесь и сейчас, сегодняшнему зрителю В постановке задействованы новые технологии Спецэффекты Зрители увидели фактически Настоящее звездное небо Интерактивные пейзажи Аляски Калифорнии, океана и парусных бригов Смогли наяву ощутить падающий снег А во время песнопений Почувствовать самый настоящий ладан В любовной сцене Рязанова и Кончиты Есть и элементы театра теней Однако все эти современные новшества Не перетягивают одеяло на себя А лишь эффектно дополняют игру артистов на сцене Выехало на гастроли 94 человека Мы привезли 120 костюмов Более двух тонн декораций И на сегодняшний день наш спектакль Посмотрело уже порядка 9 тысяч зрителей Я надеюсь, что в Москве Так же тепло будут принимать наш спектакль Как и в остальных Вот в семи городах, где мы уже успели его показать Московская публика была потрясена постановкой Исполняя финальную песню «Аллилуйя любви» Все участники спектакля запустили в зал бумажной самолетики А зрители аплодировали стоя со слезами на глазах Благодаря этому произведению Каждый в зале еще раз смог убедиться Что главное в человеческой жизни Вера в Бога и любовь В Москве назвали победителей всероссийского конкурса Про образование 2022 Уже 20 лет конкурс образовательной журналистики Вовлекает в свою орбиту СМИ и блогеров со всей страны В этом году на суд жюри поступило рекордное количество заявок Почти тысячи работ из 89 регионов России Впервые в конкурсе приняли участие новые территории Выросло количество номинаций и качество предоставленных работ Радиостанция «Русский мир» стала лауреатом В номинации «Лучший материал» о модернизации общего образования Один из ведущих современных российских поэтов Журналист, прозаик и драматург Мария Ватутина В этом году она написала цикл стихотворений В поддержку нашей страны в специальной военной операции Мария также принимала участие в патриотическом марафоне «За Россию» Ее стихи злободневные, архетипичные и актуальны, как никогда Мария Ватутина родилась в 1968 году в Москве Получила высшее юридическое образование А после, осознав, что не может жить без русского слова В 2000 году окончила литературный институт имени Горького Ее стихи печатались в журналах «Молодая гвардия», «Русское эхо», «Новый мир», «Кольцо А», «Поэзия», «Знамя» и во многих других Эссе о творчестве Марии Ватутиной включено в антологию Дмитрия Бака «100 поэтов начала XXI века» В этом году она приняла участие в музыкально-патриотическом марафоне «За Россию» Выступление перед многотысячной аудиторией в Уфе, Магнитогорске, Челябинске, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и других городах страны Они стреляли по донецким, они стреляли по луганским По сношенным пинеткам детским, по каблукам и сумкам донским По одеялам и подушкам, ночнушкам, шортикам, пижаме И в класс, где запрещенный Пушкин по-русски говорил стихами По толстым словарям толковым, по тощим козам, по колодцам Они стреляли по торговым, по ладкам и по огородцам Поэзия Марии Ватутины парадоксальна В ней есть нехарактерное для сегодняшнего дня лирическое напряжение, которое разворачивается внутри картин эпического масштаба Есть поэты, умеющие насладиться деталью Мария Ватутина же из тех, кто умеет говорить о фундаментальных вещах О них говорить непросто, но говорить необходимо Наш выпуск на этом завершен Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья Будем рады вашим материалам с места события Свои работы вы можете присылать по адресу Новости.РМ.Собака.Яндекс.Ру Всего доброго и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok